доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и буквально на днях я столкнулся вот с такой интересной записью значит запись была опубликована в медвестники портал российского врача в общем то достаточно известные популярные издания и один из моих коллег скопировал эту новость в группу вконтакте в мою показал мне эту интересную информацию и соответственно я обратился к первоисточнику и внимательно дней 5 назад ознакомился с тем что ты на этом медвестнике было опубликовано давайте предлагаю видео я думаю будет интересно исключительно только медицинским психологом но тем не менее я думаю что общее состояние психиатрической науки психотерапии медицинской психологии очень хорошо в этой статье отражено и так видео будет долгим кому не интересно можете промотать и не смотреть оно такое больше теоретическое нежели практическое статья достаточно небольшая вот буквально тут 5-6 абзацев и я попробую пройтись буквально по каждому из этих абзацев статья называется психотерапевты добиваются корректировки законодательства автор не знаю кто но одним словом медицинская психотерапия в россии находится в глубоком кризисе заявили участники петербургского клинического форума психосоматическая медицина и психотерапия в клинике внутренних болезней так вот она имеет такое вступление но и давайте пойдем по порядку видимо участники этой конференции собрались врачи психиатры психотерапевты констатировали ряд фактов о том что снижается количество психиатров на такое то количество процентов и психотерапевтов на такое то количество процентов что такое врач психотерапевт это врач психиатр который получил Учился на общем факультете, а затем выбрал по окончании института, выбрал себе медицинского института, выбрал себе субспециальностью психотерапевт. По разному это происходит, то есть как правило человек выходит в интернатуру и соответственно начинает заниматься психиатрией, осваивает какие-то психиатрические методы лечения, прежде всего лекарственные, медикаментозные, ну и параллельно начинает заниматься психотерапией. Говорит заведующему отделению, я хочу быть не просто психиатром, я хочу быть психотерапевтом. Если заведующее отделение дает добро, значит этого человека, психиатра молодого, могут отправить на 4-х, редко-редко на 5-ти месячные курсы обучения. Они иногда бывают 8-месячные, но я не знаю, вот в последнее время, по-моему, таких уже не проводится. Таким образом врач-психиатр едет в какой-то учебный центр, как правило такое обучение происходит при крупных клинических больницах областных городов, допустим там Челябинске, Саратове, Пензе и так далее, и так далее, и так далее. И соответственно он туда приезжает на протяжении 4-8 месяцев, проходит интернатуру в области психиатрии с субспециальностью психотерапии. И затем, соответственно, он становится врачом-психиатром, аттестованным врачом-психиатром с субспециальностью психотерапия. И начинает заниматься какими-то вещами, связанными с психотерапией. В большинстве случаев на этих курсах переподготовки, повышения квалификации, как угодно их можно назвать, название у всех разных учебных учреждений, они, значит, занимаются, конечно, прежде всего медикаментозным лечением. То есть врач-психотерапевт тоже осваивает какие-то методы, помимо работы с большой психиатрией, какой-то клинический случай, там, шизофрения, МДП и так далее, и так далее, и так далее. Он начинает интересоваться случаями психотерапевтическими, неврозами, социопатиями и так далее, и тому подобными вещами. Осваивает какие-то методы психотерапии, гештальтерапии, бихеральной терапии, психоанализа, то есть динамического направления. И еще, еще, еще как-то какие-то методы. Ну, в зависимости от того, в какую среду он попадает, как коллеги к этому ко всему относятся на этих курсах, он что-то начинает осваивать и понимать. У меня на канале было видео относительно давно, недавно, года, может, полтора, может быть, кто-то захочет и спустится и посмотрит. Я там рассуждаю тоже теоретически о том, что такое врач-психиатр, что такое врач-психотерапевт, и что такое медицинский психолог. И в цифрах, конкретных цифрах по времени, привожу пример того, сколько времени занимается, значит, психологией, лежащей в основе, по определению Карла Ясперса занимается врач-психиатр-психотерапевт, фактически один и тот же специалист с неким уклоном, да, так скажем, психотерапию, занимается психологией, лежащей в основе основ, по определению Карла Ясперса. Психология, клиническая психология, вообще психология как таковая, как ни странно это звучит, она лежит в основе, да, в основе, в основ всего-всего-всего. Психиатрия, если угодно, выросла из психологии. Психология у нас находится в крайне плачевном состоянии, если не сказать зачаточном, как всегда, как это было послевоенное время в 50-е годы, она стала становиться на ноги благодаря работам Рубинштейна, Лурия, Зайгарник, Блюму, Вольфовны и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас потом появилась промышленная психофизиология, где-то в 70-е годы она стала популярна и люди стали этим заниматься, непосредственно психологи. Сейчас медицинская психология, если не сказать зачаточном состоянии, но в крайне плачевном, вот самое точное слово, плачевное состояние клинической медицинской психологии. Странная ситуация, психология лежит в основе основ, а находится в каком-то таком несерьезном, угнетенном, приниженном, может быть как-то еще можно выразиться, состоянии. То есть врачи, психиатры, психотерапевты доминируют, а психологи где-то там на задворках вселенной. Что крайне неправильно. Одним словом, в том видео, о котором я только что упоминал, записанном недавно, проводится пояснение того, что вообще врачи-психиатры, это мое твердое убеждение, врачи-психиатры, даже занимающиеся психотерапией, со субспециальностью психотерапии, они не знают психологии. Они не знают психологии, они занимаются ей временем, по времени, это вот буквально несколько недель спецкурс, допустим, по психиатрии в медицинском учреждении, на общем факультете, недельки две-три их там чему-то учат. Психотерапии, психиатрии прежде всего, и отчасти может быть несколько слов, предложений по психотерапии, затем они идут в интернатуру, там тратят порядка там трех лет, из них около четырех месяцев занимаются психотерапией. Значит, ну там может быть самостоятельно как-то обучаются эти молодые специалисты, психиатры, психотерапевты, там читают какую-то литературу, Ясперса по меньшей мере, хорошо бы прочитать. Понятно, что Снежневский уделял там буквально в процентном соотношении 0,5% психотерапии, но высказал очень важные и мощные мысли по этому поводу. Кто-то еще, может быть, из великих наших русских психиатров уделял этому вопросу внимание, небольшое, буквально десятые, может быть, единичные доли процентов и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, о чем в этой статье идет речь? Речь в статье идет о том, что система психотерапии находится тоже на крайне низком уровне, да, и приводятся цифры, которые говорят о том, что, в общем-то, эту ситуацию надо менять, потому что очень много проблем, связанных с тем, что люди у нас страдают и депрессиями, и похондрией, какие-то невротические проявления, нету здоровых людей, как говорят и шутят психиатры, есть недообследуемые, да, то есть недообследованные люди и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, эта статья, если уделить особое внимание буквально последним двум абзацам, соответственно, она говорит о том, что надо поднимать это, как-то корректировать закон, прежде всего, об обязательном медицинском страховании, и менять значение психотерапии в отношении, значит, функциональных больных, то есть больных, страдающих там гипертонией, язвами, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, в которых лежат невротические проявления, то есть тревога, невроз, прежде всего, тревога психологический термин, а вот невроз уже это епархия, так скажем, врачей-психиатров, психотерапевтов. Одним словом, я хочу показать вот эту статью, вы можете это все видео запаузить, почитать ее внимательно. Смысл в том, что мое неизменное мнение, что начинать надо не с психиатрии, которая доминирует в нашей российской действительности, не с психотерапией, как какой-то, извиняюсь за выражение, но коллеги меня поймут, выкидышем психотерапии, психиатрии. Психиатрия в нашей стране это выкидыш психиатрии, и она на крайне-крайне-крайне низком уровне находится. Отпочкование, если быть более корректным, какое-то незначительное почковое, на древе психиатрии возникло, и вот, значит, творческие люди, которые понимают, что психотерапия, не менее мощное оружие врачах в оказании медицинской помощи, они вот как бы некий отросток маленький, то есть почка, листочек один, отпочковавшийся от психиатрии. Ну, а в основе всего лежит, вот древо всего этого, в основе, в основе, в корне психиатрии и психотерапии лежит психология. И непонимание этого на уровне Нинздрава, да, крайне приниженное, угнетенное состояние медицинских психологов в области психиатрической деятельности, медицинских психологов, клинических, я имею, прежде всего, психологов, приводит к тому, что и страдает и весь росток в целом. То есть страдает и психиатрия, и психотерапия, как вот этот отросток от психиатрии. Непонимание этого нашим руководствам, которые вот упирают на закон о психиатрической деятельности, говорят об изменении исключительно каких-то медицинских аспектов вообще оказания медицинской помощи по ОМС или еще каким-то образом, ведет к тому, что мы все хуже и хуже оказываем эту самую помощь. Врачи-психиатры, психотерапевты скатываются в медикаментозное лечение, хотя ни для кого не секрет, что проявление язвенной болезни желудка, гипертонии, инсульты, инфаркты и так далее, и так далее, и так далее. Это все есть суть невроза, а невроз возникает из тревоги. Тревога термин психологический запрещается врачам-психиатрам, я утрирую в кавычках это беру, использовать термин тревога. Вот пускай они оперируют своими терминами невроз, социальная дезадаптация, психопатии и так далее, и так далее, и так далее. Значит, если врачи-психиатры с специальностью психотерапии не будут прислушиваться к тому, что происходит в медицинской психологии, психологии вообще, в общей психологии, никогда наша наука-психиатрия не будет расцветать, пахнуть и так далее, и так далее, и так далее. Она будет только загибаться. А к психологам, парадоксальная ситуация, мы в России живем, к психологам отношение крайне-крайне приниженное. Ну, это вина, наверное, отчасти и самих психологов, отчасти это вина, как у нас принято, мы ищем виноватых, отчасти это вина и деятелей от медицины, но тем не менее, надо поднимать психологию, и тогда все в порядке будет с психиатрией и психотерапией. Вот это парадоксальное высказывание, да, оно является основным во всем этом видео. Кафедра психиатрии, психотерапии фактически ориентирована на подготовку психологов. Вот эта фраза меня тоже очень удивила, что за бред. Кафедра психотерапии не должна заниматься подготовкой, конечно, психологов так таковых. Должны быть грамотные психологи, которые и кафедра психологии при медицинском вузе должна быть ориентирована на подготовку психотерапевтов, специалистов медицинского профиля. Вот как-то так это должно звучать. Вот это сложное понимание, вот этот парадокс, вот тут все с ног на голову поставлено, да, в этой статье. Психотерапевты, которые как бы вот от медицины, да, они должны готовить психотерапевтов, а они готовят психологов. Как могут готовить те, кто ничего не понимает в психологии, могут готовить психологов. В общем, тут бред какой-то, аллогизм в этом смысле, в плане логики развития событий. Психологи должны готовить психотерапевтов, может быть, наряду с психиатрами. Дома, конечно, дома надо иметь и мясную закуску. Вот есть, значит, психиатр, который занимается медикаментозным лечением, есть психотерапевт, который должен сочетать в себе возможности лечения, как на уровне каких-то медикаментозных средств, но прежде всего в доминирующем значении он должен обладать психологическими знаниями. А вот это парадокс искажения российской действительности, искажения, подчеркну еще раз, психологи наравне с психиатрами должны готовить психотерапевтов. Вот так вот надо сказать об этом, обо всем. Психологи являются в 60% случаев доминирующими, 40% случаев это психиатры. И вот на стыке между психологией и психиатрией, как медицинской, подлинной медицинской специальности, должны быть организованы курсы подготовки психотерапевтов. И никак иначе. Причем 60% это психологи, 40% это психиатры. И вот между ними, бедные, должны имитаться эти психотерапевты и учиться тому, как надо одновременно использовать им некаментозные средства. И, соответственно, методы знать психологию. Врачи-психиатры на 100%, нет, на 99%, ладно, буду добр сегодня, у меня хорошее настроение, психологии не знают совсем. Они 2-3 недели на кафедре проучились и потом начинают амитрептерином, приехали и начинают работать. А врачи-психотерапевты, заинтересованные в том, чтобы быть не просто психиатрами, они, соответственно, знают какие-то лекарственные препараты, медикаментозные средства лечения. Но чуть-чуть, совсем немножко, буквально там 4 месяца, если так говорить, от всей их учебной практики, учебной жизни, процентов там на, может быть, 5, не больше 10, они что-то начинают понимать психологию. Они психологию знают, может быть, чуть лучше, заинтересованные молодые специалисты, желающие заниматься не только психиатрией, но и психотерапией. Чуть-чуть лучше, в силу своих личностных каких-то особенностей, заинтересованностей, мотивов поведения, лучше, чуть-чуть лучше знают психологию. Ну, совсем немножко, потому что психологи занимаются этим профессионально, их обучают 5 лет, психиатров обучают 5 лет, но из них 2 недели, собственно, психиатрии только, на спецкурсе, 2-3 недельном. Ну и, соответственно, психотерапевты, это вообще некие изгои. Вот это искажение понимания того, как должно все это происходить в России, кто-то со мной не согласится, кто-то со мной согласится, для меня является очень важным и определяющим. Не буду повторяться, но одним словом, вот так вот должно происходить. Такая вот статья. Кому будет интересно, вот запаузите, вот прямо вот на этом моменте и прочитайте эту статью полностью. Может быть, у вас возникнут какие-то возражения, вы отпишитесь под этим видео, напишите мне на e-mail, поругаете меня, или наоборот, похвалите в своем подходе и понимании реальной действительности отечественной психиатрии, психотерапии, медицинской психологии. Может быть, кто-то похвалит, может быть, кто-то поспорит, может быть, кто-то осудит. Но одним словом, это мое мнение личное, мое имха, как принято говорить в интернете. Соответственно, на этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!